Мне папа сказал, мы с ним пошли на футбол смотреть, мне понравилось, как там играют, и я пошел на футбол. Именно с этого, как правило, и начинается карьерная спортивная деятельность будущих великих футбольных игроков, за плечами которых большое количество знаменитых матчей, триумфов, достижений и славы. У героя нашего сюжета, участника первенства по мини-футболу Никиты Матюка, несмотря на столь юный возраст, планы амбициозные. Всего в соревнованиях приняли участие свыше 80 таких же энергичных и увлеченных мальчишек из Бреста и региона. Детский турнир на базе 2008 года рождения, мальчишки играют. Мы пригласили разные команды города Бреста, это ЦОР, Динамо Брест, Волга, потом Скобрина команда приехала одна. Ну и играют ребята около 84 человек, то есть в каждой команде по 12 человек заявка. И это, со слов организаторов первенства, лучший показатель того, что футбол на Брещене процветает. Нешуточная борьба за лидерство развернулась между семью командами из Брестского региона. Азартные мальчишки не уступали друг другу ни на минуту. Бесспорно, за этими юными звездочками будущее белорусского футбола. А такие турниры – отличный старт для дальнейших достижений. В городе вообще детский футбол довольно хорошо развит. Много команд есть, то есть разных возрастов, 5 лет, 6 лет, как у нас, 8 лет малыши. Я считаю, это даже очень неплохо, когда столько есть команд, и много детей, можно заниматься своим, так скажем, любимым каким-то делом. Среди детства они и развиваются, и мысленно, и физически развиваются во всем. То есть, может, где-то в будущем что-то из них получится более содержательное. Организация подобных чемпионатов, пусть пока и любительских, это не только своеобразный толчок для футболистского развития, но и популяризация активных видов спорта среди молодежи. Пропаганда здорового образа жизни у подрастающего поколения. А еще такое времяпрепровождение – прекрасная альтернатива скучному выходному дню. Кстати, организатор турнира – Брестский футбольный клуб «Рух», созданный на базе клуба болельщиков «Динамо Брест», открыт для всех желающих молодых футболистов. Виктория Саченко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.